Ученый, профессор Адналь Шариф, живущий в Арабских Эмиратах, написал статью о первом космонавте в истории человечества. Приводя аяты 12, 13 и 14 из суры Аль-Хиджр, профессор Адналь Шариф пишет о том, что когда в 1961 году Юрий Гагарин, будучи немусульманином, вышел в открытый космос и увидел через иллюминатор планету Земля, он сказал следующее. Что я вижу? Я во сне или глаза мои очарованы? Эти слова Гагарина были записаны, и именно их цитирует профессор Шариф. Он занимается изучением космоса, астронавтики и Кораны. А теперь, если обратиться к священной книге мусульман Корану, который был ниспослан человечеству 1400 лет назад, в суре Аль-Хиджр Всевышний Аллах говорит, этот народ в Аллаха не верит, хотя они раньше верили. Посмотрите, какая точность. То есть, в 1961 году существовал коммунистический строй, и многие ученые и космонавты, которые работали над этим проектом, были немусульманами. Хотя до революции были церкви и мечети, были ученые и богословы. Какая точность? То есть, за 1400 лет тому назад уже было известно, кто первым полетит в космос, Америка или Россия. Далее в Аяте говорится. Но когда мы им, то есть немусульманам-коммунистам, позволим открыть ворота в небо, они туда поднимутся. Но когда поднимутся, скажут, что я вижу, я во сне или мои глаза очарованы. То есть, в Коране приводятся слова Гагарина, что я вижу, я во сне или глаза мои очарованы. Всевышний Аллах знал, когда и где это произойдет, а также кто, когда и что скажет. Все это известно Всевышнему Аллаху. Поэтому сегодня мы рассказываем об этом, ведь это очень важно как для укрепления нашей веры, так и для доказательств того, что ислам – это истинная религия, а также что Коран – это речь Всевышнего. Когда эта история была рассказана дважды герою Советского Союза, летчику-космонавту Поповичу, он сказал следующее. Из всей этой истории мне особенно интересны слова Всевышнего, когда он говорит «когда мы откроем врата в небо». А интересно это потому, что ученые делали многочисленные расчеты, чтобы найти ворота в небо. Казалось бы, небо открыто и можно лететь из любой точки. Но на самом деле все космические корабли вылетают из одних ворот. Так же, как и влетают обратно через одни ворота. Были сделаны сотни расчетов, потому что если космический корабль, летящий со скоростью 11 км в секунду, не попадает в эти ворота, то он или сгорает, или отбрасывается обратно в космос. История знает случаи, когда происходили оба этих варианта. Кроме того, в Суре Ат-Тарик, в начале 11 аята, Всевышний Аллах говорит смысл «клянусь небом возвращающим, проливающим время от времени дождем». И только сегодня, в 21 веке, мы начинаем понимать смысл этого аята. Сотовая связь возможна, поскольку сигналы поднимаются и возвращаются. Точно так же происходит в случае с альфа-бета и гамма-излучениями. Они возвращаются обратно в космос, не попадая на нашу планету. То есть небо имеет свойство возврата. Так вот, космический корабль, который не попадает в эти ворота, отбрасывается обратно или сгорает. То есть для благополучного полета и возвращения обратно необходимо произвести точные расчеты. Все это с точностью описано в Коране. Если читать и размышлять над аятами, касающихся космоса, звезд, звездного неба, то удивляешься вновь и вновь. Восхищаешься мудростью всемогущего Творца. Субтитры создавал DimaTorzok